Здравствуйте! Сегодня тема нашего круглого стола – ситуация в Украине и присоединение Крыма к России. Наверное, на эту тему сегодня разговаривают везде, разговаривают политики, пишут СМИ. Да что греха таить, эту тему мы обсуждаем и дома, у себя на кухне. Итак, сегодня в нашем круглом столе принимает участие председатель Центральной избирательной комиссии Чуваши Цветков Александр Иванович, лидер фракции КПРФ в Госсовете Чувашской Республики Дмитрий Борисович Евсеев, депутат Госсовета Чувашской Республики от партии «Справедливая Россия» Олег Алексеевич Николаев, депутат Госсовета Чувашской Республики от партии «Единая Россия» Игорь Анатольевич Кушев и депутат Госсовета Чувашской Республики от партии ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР Андрей Васильевич Кулагин. Итак, первый вопрос. Сегодня очень много говорят о федерализации Украины. Вот с вашей точки зрения можно ли говорить о демократии в Украине сегодня? Кто первый готов ответить на этот вопрос? С точки зрения теории государства и права существует несколько форм государственного устройства. Во-первых, унитарное государство, федеративное и конфидеративное. Украина как унитарное государство не состоялась, потому что это не государство одной нации. Украина – это многонациональное государство, и, соответственно, интересы представителей разных национальностей не всегда совпадают. Это касается и языка, это касается и внешних отношений, и каких-то культурных, исторических связей. И поэтому тема федерализации, на мой взгляд, очень актуальна. Это, может быть, даже единственный вариант выхода из этой тупиковой ситуации для того, чтобы сохранить Украину как самостоятельное государственное образование. Дмитрий Борисович, а что вы думаете по этому вопросу? Ну, вы задали вопрос о демократии на Украине. На мой взгляд, сейчас никакой демократии там нет. Есть хаос правовой. Есть, значит, интересы определенные правого сектора бандеровцев, которые не дают возможности действительно осуществиться каким-то преобразованием демократическим. И итог, в принципе, это закономерный итог правления, олигархического правления, которое было при Януковиче. Любые олигархические кланы, когда они приходят к власти, они заканчивают, заканчивается их история двумя вещами. Либо это, значит, диктатура жесточайшая, как правило, военная, мы по истории-то знаем. Либо это вот такой вот правовой хаос, который сейчас происходит на Украине. Конечно, там нет демократии, там есть правовой беспредел сейчас. Вот есть такая цитата. Федерализм – это территория измерения демократизма. Вот что думают коллеги? – Ну, если говорить насчет федерализации, то, что говорили, мы из тех информационных потоков, которые есть на сегодняшний день, видим, что требование федерализации – это, ну, скажем так, единственная позиция Российской Федерации. Его, так скажем, публично выражает. Ну, есть, наверное, ряд стран, которые это поддерживают, но, тем не менее, к сожалению, публично об этом не говорят. Все развитые страны, в том числе Соединенные Штаты Америки, естественно, эту тему федерализации, к сожалению, так явно не поддерживают. Я вот буквально вернулся сегодня с расширенного заседания Центрального Совета партии «Справедливая Россия», которое проходило в прошлые выходные в Москве. Причем на заседании Центрального Совета участвовали представители Министерства иностранных дел Российской Федерации, представители Россотрудничества России. И мы довольно-таки подробно обсудили в том числе вот тему присоединения Крыма и вопросы федерализации. На наш взгляд, понятно, что это практически единственный, скажем, такой выход на сегодняшний день, чтобы, скажем так, учесть интересы всех регионов Украины, которые там есть. Причем разноплановой Украины. И понятно, что для этого требуется, прежде всего, конституционная реформа Украины. А насколько готовы действующие, скажем так, люди, которые находятся сегодня у власти, потому что назвать вот как бы действующей властью у меня как бы язык не поворачивается, насколько готовы и способны, скажем, эти мероприятия произвести, у меня, например, лично сомнения. И плюс к этому я хотел бы добавить, налицо там ситуация такой, скажем так, нагнетания такого гражданского противостояния в Украине. И в связи с этим, естественно, идет очень сильное ущемление прав русскоязычного населения. В связи с этим, значит, мы и на Центральном совете, а накануне и Госдума приняла заявление о притеснении на Украине русскоязычного населения по политическим мотивам. Андрей Васильевич, а что думает ЛДФР по поводу федерализма в Украине? Вы знаете, я, наверное, больше выскажу свои мысли. Многие сегодня говорят демократия, демократия, давайте мы найдем этот эталон демократии, где же он сегодня есть. Если это рассматривать позицию демократии со стороны Соединенных Штатов Америки, кто громче всех кричит сегодня о демократии, то если мы посмотрим на то, как выбирается даже президент Соединенных Штатов Америки, там нет демократии. Есть выборщики, которые завтра могут просто-напросто предать своего кандидата и выбрать уже не того президента, за которого хотело большинство жителей проголосовать, а выбрать совершенно того человека, который больше, наверное, замотивирует деньгами. Поэтому здесь сегодня говорить о том, что такое демократия, наверное, вообще очень сложно. Для меня понятие демократии – это, наверное, то, что должна быть какая-то сильная власть, которую слышат большинство жителей, прислушиваются к меньшинству. То есть действительно те нормы, которые существуют в той или иной стране, допустим, вот сегодня если взять проекцию Украину, то демократии, я считаю, что там никакой не было. Почему? Да, люди выходили, люди имели возможность выйти на улицы, но к чему это привело? В первую очередь любого общественного движения, любой политической партии должна быть задача – это защита собственного народа. То есть этого не было сделано. И поэтому я думаю, что сегодня в первую очередь мы должны для себя, для себя как страна, как великая страна России, понять, а не случится ли так, что завтра такая же ситуация может спроектироваться на нашу страну. Давайте сейчас приготовим слово Игорю Анатольевичу Кушеву, представителю правящей партии. Знаете, Юля, я скажу так, что я на Украине был, не в Украине, а на Украине был, в разных областях. В 88-м году служил в армии был, значит, в Ивано-Франковске. Два года назад был в Киеве на чемпионате мира. Ой, Европа по футболу, значит. В 2001 году мы в семью ездили в Евпоту, в Феодосию отдыхали в Крыму. И я нигде не чувствовал такого, так сказать, отношения к русским, прямо предвзято. Может быть, в Ивано-Франковске это чуть-чуть чувствовалось, но, по сути, с момента развала СССР там ничего не поменялось. Как дрались бояре и у холопов трещали чубы, так они и трещат. Как кончился порядок с момента развала СССР, так он и, так сказать, этот беспорядок, он и идет. Год за годом, президент за президентом, это смена олигархических элит. Каждый начинает тянуть отдел на себя, другие недовольны, происходит смена. И вот это как кошка с собакой, сцепившись, а это все регулярно происходит, перманентно все это, причем идет. Если брать регионы, которые сегодня противоставляются друг другу и в СМИ, и по факту это есть в восточной части, западную часть, то, по сути же, в западной части иждивенцы там нет никакого производства. Они, по сути, проедают тот бюджет, который сегодня зарабатывает трудовой народ Украины, который находится на востоке. Все основные производства находятся на востоке сегодня. Более того, в Крыму, который сегодня наш, там крупнейшее производство, принадлежат олигархам. Эти ребята будут сейчас платить налоги НДС, налог на прибыль, бюджет Российской Федерации. Нас это радует. Нас это не может радовать. Поэтому в такой конфигурации, когда настолько разные платформы у разных регионов, допустим, у Востока и у Запада, конечно, федерализация – это один из самых разумных и цивилизованных способов разрулить эти споры. Не доводить людей до конфронтации, не доводить людей до войны. Я считаю, что федерализация – это единственное правильное и разумное решение для Украины на сегодня. Мне кажется, что в ситуации с присоединением Крыма все наши партии, представленные в Государственной Думе, продемонстрировали редкое единодушие. Все в какой-то момент стали не оппозиционерами, а партнерами. С вашей точки зрения, что нужно делать для того, чтобы наши партии все-таки были чаще всего партнерами? Александр Иванович. Я считаю, что это очень важный, позитивный момент отображения внешней политики на нашу политику внутреннюю. То, что между различными политическими силами внутри страны начинаются, строятся партнерские отношения. Не конфронтационные, а именно партнерские. Если мы сейчас уже те же Соединенные Штаты называем наши партнеры, наши западные партнеры, то почему мы внутри страны должны говорить оппозиционные партии? У нас есть четыре парламентские партии. И это политические партнеры, которые должны совместно решать все глобальные вопросы. Да, ситуация на Украине – это глобальный вопрос, который нужно решать всем вместе, всем миром. Но и управление такой страной, как Россия, огромной глобальной страной, это несмотря на то, что Обама назвал нас региональной державой, но я считаю, лучше быть региональной державой с глобальным президентом, чем глобальной державой с региональным президентом. Вот так вот, лирическое отступление. Глобальные вопросы внутри страны тоже должны решаться, на мой взгляд, именно на партнерских началах. Причем таких проблем, вот Андрей Васильевич абсолютно правильно подметил, их очень много и внутри России, и внутри каждого субъекта, в том числе Чувашской республики. И вот партии как раз и должны работать для того, чтобы лучше жилось рядовым людям, чтобы лучше жилось избирателям. И вот те события, которые сейчас происходят, взять выборы, которые произошли в воскресенье в Новосибирске. Победил тот кандидат, который показался избирателем лучше по своим профессиональным и личностным качествам, а не по принадлежности к той или иной политической партии. И вот эта тенденция, я думаю, будет распространяться на все регионы. Вот обратите внимание, сейчас рейтинг у президента страны высочайший. Путин Владимир Владимирович, его поддерживает подавляющее большинство населения. Но этот рейтинг, он как бы прямо не коррелируется на какую-либо из политических партий, или на кандидатов от этой партии. То есть сейчас Владимир Владимирович Путин занимает некое надпартийное пространство, как национальный лидер. И, соответственно, уже внутри страны на выборах, уже на первый план выходит, на мой взгляд, не партийная принадлежность, а именно профессиональное качество того или иного кандидата. И, на мой взгляд, это хорошо. Мне кажется, что сама подоплека этого проекта, который называется Крым, или присоединение Крыма к России, она уникальна в чем? Это первая за последние 30 лет идея, которая смогла сплотить страну. После Олимпиады-80, после Чернобыльской катастрофы, не было таких национальных идей, которые так сплачивают страну. Ну, Олимпиада в Сочи, я называю это еще одним проектом. И вот эта ситуация с нашими соотечественниками, которые оказались в такой тяжелой ситуации, оказались заложниками такой ситуации в Крыму. И когда возникла реально опасность нашим соотечественникам, носителям нашего языка, вся страна в едином поры, как в 1945 году, поднялась на то, чтобы поддержать наших братьев и сестер на Украине. И я считаю, что это великая вещь. И меня это радует, потому что ментальность русского человека в этом случае преодолевает все эти распри, дрязги, партийные принадлежности, пиар, все убирается. А остается только одно – брат за брата, своих не бросаем. Замечательно. Я хотел добавить, на самом деле, очень правильно, и почему сегодня действительно народ сплотился, да, наверное, потому что все-таки все помнят, какая была великая страна у нас раньше, да, и объединение вот этих вот кусочков, обратное создание той мощной страны, это положительно влияет, наверное, для каждого русского человека, для каждого, наверное, того человека, кто жил в Советском Союзе в свое время. Это большой плюс. Почему? Потому что мы действительно были одной большой, великой, могучей державой. Что касается сегодня у нас выборной системы, объединения политических партий, посмотрите, ведь на самом деле сегодня Владимир Владимирович делал правильно. Он делает ставку сегодня даже не на политические партии, он сегодня делает ставку на личности. Это мы видим изменение выборного законодательства в Госдуму Российской Федерации, мы видим уменьшение процентного соотношения в выборах местного самоуправления, Думу законодательное собрание тоже поправит. То есть у нас уже практически 75% будет выбираться одномандатников. Это правильно. Почему? Потому что мы сегодня должны формировать не только по политическому признаку, по преданности к одной политической силе, а именно одномандатников, сильных людей, которые могут действительно представить честные интересы каждого гражданина. Эта задача более глобальная, она сегодня стоит перед всей страной, наверное, даже не перед конкретными политическими партиями, а перед всей страной. Почему? Потому что у нас должна быть действительно конкурентоспособная политическая элита. Это депутаты, это в органах исполнительной власти. Министры должны быть назначены не сию секунду, они должны год за годом идти к этой должности. Главы регионов. Понимаете? То есть это общая система, которая должна дать результат в итоге. То есть мы сегодня уже на сегодняшний день начинаем первую ступеньку роста к тому, что у нас все-таки во власти должны быть профессионалы. Вот, кстати, к вопросу о личности. Янукович, выступая в одном из интервью, сказал о том, что он мог бы предотвратить референдум в Крыму. И называет этот референдум протестом. Вот как вы считаете, вот одна личность могла бы предотвратить этот референдум? Про Януковича, я думаю, все согласятся, вряд ли он вообще что-то может. Вот этот человек себя показал как политический труп. И вряд ли президент страны, удравший и бросивший собственных силовиков, удравший, значит, за пределы страны, вряд ли он там вообще что-то мог. Мне кажется, Януковичу уже надо помалкивать, уехать куда-нибудь подальше в Сибирь, в деревню. В Зимбабве. В Зимбабве, не знаю куда, да, в мужской монастырь уйти и больше не показываться на политической арене. Все, что, значит, он показал из себя, все уже знают, и вряд ли он когда-то поддержкой будет пользоваться в этом отношении. То, что в Крыму был проведен референдум, и это во многом политика, действительно правильная политика, внешняя политика России. Вряд ли там уже от украинских властей вообще что-то зависело. И мы совершенно правильно повели. И не случайно мои коллеги, обратите внимание, мои коллеги, не я, упоминаем Советский Союз. Ведь действительно, почему сейчас удалось сплотить политические силы? Мы увидели, что есть возможность показать силу нашего государства. У всех сразу чувство патриотизма проснулось, все сразу поняли, что почувствовали себя единой нацией, когда вот такое объединяющее начало есть. Правильно совершенно упоминали Олимпийские игры, правильно упомянули Крым, внешнюю политику. И поэтому, кстати сказать, вот Александр Иванович упомянул, что в третьем по численности городе, страны, в Новосибирске победил представитель КПРФ Локоть. Именно важно, что представители КПРФ. На самом деле голосовали именно так. Почему? Потому что там живут действительно высокообразованные люди. И если вы обратите внимание, когда посмотрите голосование на любых уровнях выборов, в МГУ, в Новосибирске, в Академгородске всегда побеждают представители КПРФ, всегда побеждают наши партии. Потому что мы являемся носителями именно тех идей, которые создали и давали возможность существовать Советскому Союзу. Не случайно это совершенно было. Эта победа совершенно не случайная, она именно партийная победа. И в этом отношении хотелось бы призвать действительно прислушиваться к мнению оппонентов, не только КПРФ, а вообще в целом других политических партий. Потому что очень много правильных, разумных идей от нас исходит. И, кстати сказать, между прочим, тоже очень приятно мне упомянуть, что такое достаточно легкое воссоединение, присоединение Крыма и Севастополя с правовой точки зрения, во многом было сделано благодаря нашей партии. Потому что закон о присоединении новых субъектов Российской Федерации в нашу страну был принят именно от инициативы нашей партии. Когда нам все говорили, ну зачем это надо, в 2001 году закон принимался, наши оппоненты говорили, нам этот закон никогда не пригодится, мы уже расширяться не будем. Тем не менее, наша партия действительно настояла на принятии этого закона, разработала его. И вот благодаря во многом этой мудрости, которая многие годы у нас, она в принципе и впитывалась в партии, у нас очень много профессионалов с советских времен до сих пор еще в партии работает. Вот благодаря этому нам удалось так легко и так безболезненно присоединить Крым и Севастополь и совершенно безукоризненно с правовой точки зрения. Вот, наверное, не случайно Зюганов назвал победу в Крыму победой здравого смысла и демократии. А вот что думает Справедливая Россия у нас по этому вопросу? Готова ли Справедливая Россия прислушиваться к мнению других партий и другим лидерам? Ну, насчет прислушиваться, конечно, да. Мало того, что если начать по порядку, если, ну, начнем с Януковича, я тоже абсолютно поддерживаю, вряд ли Янукович мог бы что-то решить, потому как, если он до этого, скажем, довел страну до такого состояния, что ему самому пришлось оттуда убежать, для того, чтобы обеспечить себе безопасность. Вот, а с точки зрения, скажем так, объединения, вот, скажем, всех политических сил для решения как внутри, скажем так, российских вопросов, так и внутри региональных, вот так же, как по Крыму, я бы хотел сказать, здесь, наверное, важнее всего надо наладить цивилизованный диалог. Цивилизованный диалог, потому как мы все жители одной страны, которая называется Российская Федерация в данный момент. Причем Российская Федерация является правоприемником Советского Союза, и поэтому понятно, почему мы говорим об этом, да, там, здесь надо согласиться, что мы, естественно, говорили, будем говорить и всегда будем вспоминать те времена Советского Союза, как правоприемники всех тех традиций, всех тех достижений и иных моментов, которые были в нашей жизни. И вот именно через такой цивилизованный диалог, как сейчас принято говорить, развитие институтов гражданского общества можно как раз объединить, когда есть нормальный диалог, ведь любая вещь, она многогранная. И чем больше участников диалога участвуют, тем с разных сторон мы рассматриваем тот или иной вопрос. И тем самым, естественно, мы можем его, рассматрив с разных сторон, принять максимально, скажем так, такое оптимальное решение, которое бы, ведь любое решение – это же некий компромисс, некий компромисс тех, скажем, моментов, которые существуют. И есть такое даже высказывание, да, это, как бы, конфликт – это двигатель прогресса. Только его надо правильно разрешить через диалог, через, скажем так, анализ ситуации и выработку конкретных решений и соответствующие движения. И, опять же, говоря на эту тему, хотел бы вот вернуться к тому заседанию Центрального Совета нашей партии в прошлые выходные. И представитель Россотрудничества, который отвечает именно за развитие институтов гражданского общества, скажем, с носителями русского языка за пределами Российской Федерации, очень много уделал именно этому вопросу, что нам очень важно развивать вот эти институты гражданского общества. Если мы вспомним, опять же, и Владимир Владимирович Путин в своем послании говорил, что именно институты гражданского общества способны смягчить многие такие, скажем, конфликтные вопросы и подать, скажем так, оптимальные варианты решения такого рода вопросов. И в связи с этим, завершая, хочу сказать, как ни политические партии, особенно парламентские политические партии, не являются теми, вот этими, такими, может быть, фундаментальными, может быть, даже институтами гражданского общества, которые объединяют все-таки вокруг себя и являются уже парламентскими партиями, доказывают, что они являются вот такими серьезными институтами гражданского общества. Страны НАТО грозят нам экономической блокадой и различными санкциями. Вот есть ли в этом реальная угроза для России и может ли сложившаяся ситуация стать для нас новым толчком в развитии наших предприятий и к меньшей зависимости от Запада? Вот, знаете, замечательный анекдот на эту тему есть. Как хорошо, что в нашей программе есть анекдоты. Да, что больше всего волнуется введение санкций, значит, против России американский астронавт на МКС, потому что, в общем-то, мы их возим туда и можем и не привезти обратно. Вот, на самом деле, никаким образом США нам не смогут сейчас санкции ввести какие-либо экономические. К сожалению, подчеркну, к сожалению, почему? Потому что мы являемся, по большому счету, всего-навсего поставщиками ресурсов. У нас нету никаких высокотехнологичных продукций, которая бы шла на Запад. К сожалению, с одной стороны. С другой стороны, вот такое положение сырьевого придатка Запада нам позволяет не бояться санкций, потому что любые санкции, введенные со стороны США, сейчас они в первую очередь ударят по ним. Нигде, США и Европа имеется в виду, нигде альтернативных источников газа или нефти они не найдут. Они не смогут ни с Марса, ни с Луны возить эти ресурсы. В этом отношении, конечно, санкции нам не особо страшны, за исключением двух моментов. Первый момент – это надо было вовремя вводить, конечно, независимую расчетную систему финансовую, чтобы мы могли спокойно пользоваться собственной системой. Вовремя это сделано не было. Это первый момент. И второй момент, конечно, ну, вряд ли до этого дойдет, но может быть такая опасность, что если нам перестанут поставлять высокотехнологичное оборудование, и вот в этом случае, конечно, у нас проблемы возникнут, но с другой стороны, наверное, эти санкции не так плохи для нашей страны. У нас сейчас есть очень серьезный стимул развивать внутреннее производство, помогать отечественному производителю для того, чтобы никак экономически от Запада не зависеть. Конечно, потому что если мы говорим о том, что последствия поступления в ИТО никто не предсказал, что вот такими тяжелыми, они, по сути, сами возвращаются в железный занавес. Нам это хорошо. А платежная система, ну что платежная система? Ездили мы 8-10 лет назад отдыхать с кэшем, будем с кэшем ездить. Ничего нам плохого там не будет. Ну, позже, через 2-3 года будет создана собственная платежная система. Я вообще в этом проблем-то не вижу. Наши люди на такси булочные не ездят, правда? Поэтому у кого деньги, они на отдых собраны за год, то ему все равно. Карточка пластика у него или кэш. Ну, таких большинство, более 90% в стране. На них это не сильная традиция. А предел страны даже будет работать вся система. Поэтому я считаю, что это... А вот для тех, кто вложился серьезно, там, поляки, немцы, голландцы, те, кто находится на границе, так сказать, с Российской Федерацией, кто вложился в развитие животноводства, кто вложился в развитие растеневодства, значит, с тем, чтобы поставить в нашу страну эту продукцию, да, они будут страдать очень больно. Им очень больно будет сейчас. Потому что те же самые поляки и голландцы, они получают государственную дотацию до 300% от производства всех госпродукций. Поэтому они, так сказать, на нашем рынке такие конкурентные по цене. Понимаете? Они конкурентные по цене. А вот тут мы получаем... Они сами на свои грабли наступили. Более того, я сильно сомневаюсь, что какие-то санкции будут в отношении нас серьезные применены, потому что экономические последствия будут иметь эффект домино. Будут иметь эффект домино, и рано или поздно это щелкнет. И тот же самый Обама поймет, что это хорошим не кончится, на самом деле. Для них в том числе. Для нас тоже где-то, наверное, бабахнет. Но, в принципе, по большому счету, я считаю, для нас это хорошо. Андрей Васильевич, что вы думаете? Вы знаете, нас пугают санкциями уже, наверное, второй месяц. Если бы какие-то санкции хотели на самом деле принять, они уже были приняты. То, что сегодня у двух-трех человек, может быть, из правительства заморозили счета. Во-первых, давайте, честно скажем, сколько на этих счетах денег. И повлияло ли это как-то на благосостояние Российской Федерации. Раз. Раз. Второе. Что Соединенные Штаты поставляют к нам в страну? Резаную бумагу зеленого цвета, которая называется долларами. Больше я, по сути дела, продукции Соединенных Штатов на рынке России не вижу. Далее. Евросоюз. Да, действительно, есть некие продукты питания, красиво упакованные. Но на самом деле по качеству к ним есть очень большие претензии. А фармакология? Да, вот действительно. Вот может быть из фармацевти что-то действительно сегодня может быть конкурентоспособным. Но я думаю, что у нас люди жили без этого. И наша наука, на самом деле, является одной из передовых. Не зря наших ученых вывозят, перекупая за большие деньги, за границу. То есть очень много, на самом деле, умных людей выезжает. Если сегодня действительно будут какие-то санкции, и наши научные, скажем так, разработки будут оставаться внутри, то это только опять будет на благо нашего государства. Понятно, что пройдет небольшой виток времени, когда все встанет на свои места. Далее, значит, следующее. Ну, основной поставщик у нас практически всего – это Восток. Это все везется из Китая. Практически, я считаю, что государство Китая не захочет конфликтовать с Российской Федерацией из-за Украины. Почему? Потому что у нас очень хорошо налажены связи. И единственное, что может повлиять, это то, что расчет сегодня идет в долларах за китайскую продукцию. Но здесь, я еще раз говорю, Российская Федерация, если сегодня примет такое решение и перейдет на платежеспособную валюту рубль, расчет за газ, за нефть, пусть это будут, допустим, торги проходить в долларовом эквиваленте, но пересчет на рубли, я думаю, что рубль очень быстро начнет котироваться на международном рынке. Потому что необходимо будет энергоресурсы покупать Евросоюзу. Понятно, что они ни за что не откажутся от нашего газа, потому что это очень удобно, потому что сегодня есть уже отлаженная схема потребителя. И в любом случае, Европа сегодня завязана практически на дешевом голубом топливе. – Алексей Алексеевич, как экономист, что Вы думаете, будет толчок к развитию предприятий у нас в России? – Да, я что хотел бы сказать по санкциям. Ну, мы прекрасно знаем, что уже какие-то санкции введены, они пока незначительные, но тем не менее они уже оказывают какие-то влияния локальные, значит, появляются вот эти вопросы. Ну, я бы, наверное, склонен предполагать, что глобальных санкций, скорее всего, не будет, потому что рынок Евросоюза очень сильно завязан на Россию и грозит, если эти санкции будут, скажем так, применены на полную силу, на полную катушку, очень серьезными проблемами для самого Евросоюза, как для, скажем, экспорта, так и для состояния безработицы в этих странах. И, конечно же, вероятность того, что это будет в полную силу применено, очень маленькая. Но если это будет применено, конечно, я бы хотел, наверное, сказать тут вот теми словами, которые я до этого сказал, это кризис, это, скажем так, двигатель прогресса, наверняка появятся какие-то проблемы, но это уже будет не просто стимулом, а таким мощнейшим толчком для того, чтобы все-таки изыскать и развить эти внутренние ресурсы, которые есть в Российской Федерации, а их на самом деле очень много, наладить новые связи, которые где-то там, наверное, воздерживают. И в долгосрочной перспективе, в глобальной, конечно, для экономики Российской Федерации, это имеет в любом случае такое положительное, я считаю, решение. А там, если говорить о платежных системах, то, что говорили, на самом деле, как бы основа, она в Российской Федерации имеется, и довольно-таки быстро эту ситуацию можно развернуть и определенным образом наладить, скажем, все расчеты, в том числе в национальных валютах, с теми странами, прежде всего азиатскими, это Китай и иные такие серьезные экономики. Здесь все уже, скажем так, законодательные и организационные основы уже имеются. Кроме того, если вернуться вообще к теме валют, скажем так, в кавычках «войне валют», то уже несколько последних лет они все, скажем так, больше напористостью ведутся разговоры о реформировании Международного валютного фонда с точки зрения создания региональных резервных валют. И мы прекрасно знаем, российская рубль рассматривается как одна из таких валют, возможная, которая будет региональной резервной валютой для таких международных расчетов. И здесь то же самое может стать, скажем, такой момент, серьезным толчком для развития вот этой ситуации. А как вы считаете, как вот на экономике России отразиться при соединении Крыма? Ведь сегодня, ну что греха таить, в Крым нужно больше вкладывать, чем ждать от него прибыли. Хотя вот, например, Жириновский обещает в Крым российский газ и туристов, и говорит о том, что в лагерь «Артек» он, например, сам поедет. Ну, конечно, срочно. Ну, давайте сначала смотреть, что касается вложения. Вспомните продажу Аляски. Да, в свое время Аляску продали за очень дорого. И я считаю, что сегодня мы получаем Крым и Севастополь, по сути дела, за просто так. Аляска к нам не просится. Я думаю, что процесс идет. Здесь мы поедем, да. Да. На самом деле, то, что будет вложено в Крым, в Севастополь, это будет вкладываться в территорию Российской Федерации. Единственное, что вот меня смущает, почему же до сих пор вот в Чувашскую Республику так не вкладывались. То есть, по большому счету, у нас тоже есть много интересного на нашей территории. И очень хочется, чтобы все-таки Чувашская Республика тоже была, ну, скажем, лакмусовым бумажкой такой, да, показателя передового региона. Ведь у нас тоже есть хорошая территория, тоже возможно обеспечить и не только туристический, да, отдых, а отдых именно для того, чтобы человек мог поправить свое здоровье. У нас сегодня практически есть все. Игорь Анатольевич, вы хотите добавить. Знаете, социально-экономическая структура Крыма на сегодня, она достаточно интересна, в силу того, что много лет там никто ничего не вкладывал, и социальные и культурные объекты, они практически пришли в упадок. В этой связи я считаю, что для Крыма есть возможность, уникальная возможность по партийным проектам партии «День России» войти в проекты по физкультурным комплексам, по бассейнам, по детским садам и так далее. Я думаю, что поскольку это регион России, то, в принципе, за достаточно короткий срок все эти партийные проекты будут реализованы, получим достаточно нормальную и функционирующую инфраструктуру в Республике Крым. Тем более, что по населенности, примерно, как Чувашская республика. Мы сейчас смотрим, и вообще в прессе муссируется только короткая волна. То есть короткий период жизни, говорят, вот, значит, Крым, он нам станет дорого, поскольку там, значит, есть дыра в бюджете, она ежегодная дыра в бюджете. Но мы же понимаем, что Украина ничего не вкладывала. Для меня лично Крым – это как обычный бизнес. Ты вложил деньги, ты получишь с него нормальный доход. У нас сегодня, если брать Сочи, как кластер туристических, который реализован, то Крым будет вторым кластером при нормальном подходе. Причем средняя статистическая цифра же таковы, что россияне тратят поездку триллиона рублей в год на туристические поездки на отдых. Это, по сути, замкнутый рынок. Нам не нужны никакие визы, никуда, не в Шенген, никуда. Мы поехали в Крым, поехали в Сочи. В Сочи другой отдых, там спортивный, горные лыжи, ну, средние люди, да. А Крым – это дети и взрослые. С детишками надо поехать. Песчаные пляжи там, значит, да. – Лечебница. – Лечебница, да. Здравница, всегда она была здравницей. Нельзя, там эти два пионерлагеря были сделаны в свое время. Артек и Алены прямо на этом побережье. Я считаю, что если брать длинную волну, там выгоды гораздо больше. Инвестировать надо, вкладывать надо, да. Есть такая проблема. Но отдачу мы получим гораздо больше. Она будет не такая быстрая. – Но будет. – Будет. Мы сегодня вот на самом Дальнем Востоке вложили деньги. Мы сегодня вложили деньги в Сочи. Если третий проект, мегапроектов в стране с высокой степенью отдачи не хватает. Да, надо смотреть расходную часть бюджета. Согласен. Вкладывать деньги просто не надо в те проекты, которые сегодня не дадут быстро отдачи. Но Крым – это лакмусовый кусок. Мы получили великолепное побережье. Мы получили кучу земли, по сути, бесплатно. – Это здорово. – Это бесплатно. – Дмитрий Борисович, а будут какие-то партийные проекты у КПРФ, которые можно будет реализовать в Крыму? – Вы знаете, мы популизмом не занимаемся, и поэтому расходы бюджетных средств мы своей партией не называем. Не даем имя своей партии, потому что ведь все эти проекты, они за бюджетные средства идут, о которых Единая Россия постоянно упоминает. Партия Единая Россия практически ни копейки не вкладывает в эти проекты и не может вложить даже по закону, не имеет права партия просто строить бассейн. – Хорошо, инициаторами вы будете в каких-то проектах? – Конечно, будем. Мы, в первую очередь, будем инициаторами того, чтобы сохранились социальные льготы и распространились на всю территорию России, которая есть в Крыму. – Мы очень хвалим страну, Россию нашу, это надо делать, правильно, мы патриоты. Но нельзя забывать, что, например, на Украине ряд социальных льгот и ряд вещей, они намного выше были, чем даже в нашей богатой нефтью стране. Потому что там действительно государству деваться было некуда, и они смотрели, чтобы старались поддерживать уровень жизни граждан. У нас, к сожалению, основные нефтиные доходы идут в руки олигархов, в руки определенных партий. А там, например, простые примеры. У них, например, на Украине у бюджетника, у студента-бюджетника стипендии в полтора раза выше, чем в России, в богатейшей. Вот на наш взгляд, надо сейчас сделать так, чтобы не у них снизили стипендии, а у нас в России подняли бюджетникам, студентам стипендии до уровня крымского, до уровня украинского. Проблема, например, с детьми войны. Мы уже сколько говорим об этом, КПРов предлагает, говорим, но куча денег. Вот мы на АТСы какие-то тратим, на прочие вещи такие замечательные, какие-то мега-супер-проекты, непонятно, куда это разворуются деньги. Мы не можем найти денег элементарно людям, которые нам будущее дали. Людям, которые во время войны поддерживали тыл и после войны восстанавливали страну. На Украине нашли деньги. У них нет супер-нефтяных доходов, и у них, например, дети войны пользуются льготами достаточно большими. Оплата ЖКХ 50%, бесплатный проезд в Крыму. Вот мы сейчас ни в коем случае не должны допустить, чтобы в Крыму эти льготы были отменены детям войны. Мы должны наоборот сейчас на уровне России детям войны всем предоставить на уровне России вот такие льготы. Чтобы ни в коем случае там эти льготы социальные, эти социальные защищенности не снижались, а распространялся на всю страну, в том числе на Чувашскую республику. Мы об этом должны поднимать вопрос. Хотя мы и поднимали неоднократно вопрос о том, чтобы сейчас здесь такой статус присвоить. Вот на мой взгляд, вот это важнейшая проблема, на которую нельзя закрывать глаза. Так же, как серьезнейшая проблема, ни в коем случае нельзя допустить, и у нас фракция КПРФ уже выступила с таким предложением, создать межфракционную, что все представители фракции были, межфракционную группу в Госдуме, чтобы не допустить кровавого беспредела, если, не дай бог, начнется передел собственности в Крыму. Такое возможно предположить. Вот, и поэтому мы сейчас должны очень серьезно вот за этим следить, за этим порядком. Ну, простейший пример, вот упомянули детские дома оздоровительные, объекты культуры. На Украине был закон, который запрещал их приватизировать и пускать на коммерческие цели. У нас нет такого закона, к сожалению. Вот, и у нас вполне вероятно, что, не дай бог, конечно, Артек станет коммерческим предприятием. Вот, и будут там не дети отдыхать, а, извините, представители, так сказать, определенных средних классов там. Вот, на мой взгляд, нам в первую очередь необходимо сейчас на этой волне, то, что мы Крым присоединили, и такие, значит, у нас есть возможности, давайте нормальные социальные льготы для всей страны введем для того, чтобы, так сказать, и они, и крымчане не потеряли, чтобы россияне от присоединения Крыма тоже почувствовали, так сказать, какую-то для себя, какую-то защиту дополнительную и почувствовали какие-то для себя привилегии дополнительные. Да, абсолютно хотел бы поддержать коллег, в том плане, ну, в части, понятно, что появилась новая территория, это, скажем так, внеплановые вложения, но с точки зрения территории Крым, я абсолютно согласен с Игорем Анатольевичем, это довольно-таки привлекательный объект для вложения денег. То есть, это довольно-таки быстро может, скажем так, этот субъект Федерации стать таким самодостаточным регионом Российской Федерации, возможно, даже донором. С точки зрения, как бы вторая часть вот это, я бы, может быть, назвал это социальное равенство или неравенство, а тут в зависимости, как говорит, это то, что говорил как раз Дмитрий Борисович, абсолютно согласен, вот эта тема, она тоже присутствует. Там ряд категорий населения имеют очень хорошие льготы, причем эта категория населения именно высокоинтеллектуальная часть населения, которая заряжена на инвестиционную деятельность. То есть, они, то есть, там вот такая, то есть, чего у нас нету в России, чего у нас нету, и здесь как раз, как раз нам засучив рукава, может быть, как раз надо поработать, даже не может быть, а надо поработать на предмет дальнейшего развития местного самоуправления. Как ключевого элемента вообще развития страны, как ключевого, скажем так, элемента органа власти, который приближен к населению. Потому что именно отсюда все начинается, сейчас идет большая дискуссия на этот предмет, и я думаю, что вот именно вот этот момент, что присоединился и появился новый субъект Российской Федерации, должен явиться вот таким серьезным посылом, в том числе анализа вот этих социальных, скажем так, социального обеспечения, обеспечения муниципалитетов с точки зрения полномочий и финансов, ну и соответствующим образом реализации прав граждан с точки зрения улучшения качества их жизни и повышения соответствующего уровня их обеспечения. Еще вот я бы хотел добавить, нельзя забывать о том, что, по сути дела, тот же самый порт Севастополь, да, он, у нас огромные деньги на аренду уходили, то есть сейчас просто идет переспределение средств, поэтому сказать, что значительные суммы будут уходить на возрождение Крыма и Севастополя, я бы сказал, что всего лишь из одного котла деньги перекочуют в другой, то есть в более социальные действительно программы. И я еще можно добавлю, вот, ну вообще я не экономист, и поэтому мне близка такая позиция, что Крым мерить деньгами нельзя. То есть присоединение исконно русской территории вместе с людьми, которые живут на этой территории, это стоит любых денег. И вообще, на мой взгляд, это только вот внешне мы видим, что Крым присоединился, вернулся обратно, 20 с лишним лет был в гостях, а посмотреть внутренние глубинные процессы. Каждый советский человек, он в свое время гордился своей великой страной. И после распада СССР, вот наше внутреннее самосознание, оно тоже 20 лет жило где-то там в гостях. И вот сейчас, через 20 лет, мы возвращаем их к своим истокам. Гордость за свою страну. Потому что вот на митингах в поддержку Крыма самый главный тезис был «мы вместе», «мы вместе». А это же то же самое, когда мы едины, мы непобедимы. Это вот девиз советских времен. И вот это вот никакими деньгами уже измерить, на мой взгляд, нельзя. Ну, смотрите, мы много говорим про отток денег из страны. В этом году говорим, что 100 миллиардов долларов ушло за рубеж Российской Федерации, да? Почему это происходит? Инвестировать не во что. В Сочи квартиры дорогие, в Москве квартиры дорогие, в Питере квартиры дорогие. Крым на сегодня может явиться новая площадка для таких инвестиций, для частных инвесторов в первую очередь. Для людей, у которых есть проблемы со здоровьем, которые в силу того, что отработали там в районах, допустим, Крайнего Севера, раньше, чем обычно вышли на пенсию, есть финансовые средства, они могут переехать туда. И я думаю, что там будут продаваться и квартиры, и земельные участки, там будет строиться новая недвижимость, это новая налогооблагаемая база. Это люди, люди, они сами отрегулируют этот вопрос и сами отрегулируют спрос, предложение. Вот вы увидите, что мы, может быть, через год-два вернемся к этому диалогу, если будем в это время про Крым еще говорить. И крымчане скажут, ребята, у нас что-то все подорожало. У нас как-то все бодро и быстро подорожало. Русские, понаехавшие, купили все. Это отлично. Это значит, мы бы сели там корни, которые никак никогда не вырвешь. Это значит, что мы приехали туда, домой. Допустим, в Сочи, во-первых, береговая линия очень короткая, она узкая площадка, там покупать нечего, по сути. А в Крыму это на сегодня непаханное поле. И давайте еще об одном скажем. Все украинские олигархи говорят, что Крым – это убыточно, Крым – это плохо, Крым пускай Россия забирает, там одни минуса у них. Но у всех там есть дворцы. Это факт. У депутатов Госсовета Чувашской Республики есть уже такая, ну, как бы, я не знаю, традиция, скажем так. Достаточно часто вы выезжаете в другие города России, выезжаете за границу. И вот, может быть, стоит съездить в Крым и как раз там поискать инвесторов. Я готов ехать всех пригласить. Крым – это первая площадка. Юля, Крым – первая площадка, на которой все партии договорились работать вместе. Я думаю, что Чуваши будет вторым регионом. Что нужно сделать для этого? С удовольствием, да, общего консириума, не какой-то одной партии, а на парламентских, значит, и на дискуссионных площадках мы будем вместе работать, а не спорить. Мы, например, как партия «Единая Россия» приглашаем всех, говорим, давайте делегатов. Мы готовы, значит, представлять, значит, муниципальным управлением, в министерствах вакансии для оппозиционных партий. Нету никого, не дают. Где ребята? – Игорь Анатольевич, не надо лукавить. – Мы не лукавим. – Мы что, давайте еще нули возьмем. – Что мы должны объединиться. – Давайте оттуда же. – А был Расташа Расскорпетка, вот так оказался. – Коллеги. – Да, коллеги. Правильно сказали, что нужно, можно даже поехать в Крым. Но в Крым поехать не просто пустую посмотреть, а собрать все наши предприятия, поехать туда с огромной, может быть, выставкой чувашской продукции. Ведь на самом деле в Крыму сегодня у нас необходимо будет вкладываться в электротехническое оборудование, да, то есть замена. А это у нас есть и электроаппаратный завод, и энергозавчасть. – Экро. – Которая выводит. – Экро, да. То есть продукция, которая действительно непосредственно будет применима на территории, скажем так, вновь присоединившихся территорий. Поэтому мы сегодня как раз у нас должны поехать с предложениями, то, что мы можем, и то, что мы можем предоставить. Это будет огромная помощь чувашскому производителю. – Вот, кстати, украинские конфеты мы кушаем. Они продаются у нас и в магазинах, и на рынке. А вот наши чувашские конфеты, интересно, есть в Крыму и в Украине? – Я наши чувашские конфеты встретил вообще в предгорьях Памира. – В фантике или конфеты? – В фантике, конфеты, будучи международным наблюдателем в Таджикистане, это уже высокогорное село, и вот нас пригласили, накрыли до Стархан, чай, и мы смотрим, наши конфеты, окондовские, там продаются в Таджикистане. Действительно, потом зашли в магазин, посмотрели, действительно продаются, причем по цене ненамного дороже, чем у нас здесь. – Мы в Париже встречали. – Вообще много что есть отсюда везти, просто надо помощь государственная, шерта нигде такого нет. – Нет, вот когда вывозишь куда-то, значит, в другие регионы, там, везешь в Москву, они смотрят на этот продукт и говорят, ну почему у нас нет, почему у нас не продают? Нам просто надо сейчас государственную поддержку оказывать. – Вот теперь нам остается только, наверное, к руководителю, да, к госсовету обратиться и сказать, что вот в ходе круглого стола родилась вот такая инициатива. – Я думаю, что даже не к руководителю, наверное, даже к госсовету, тут как бы поехать, там, госсовет, депутаты, возможно, даже этот, тут, наверное, все-таки надо, прежде всего, исполнительная власть сейчас, прежде всего, надо отработать. – Понятно, мы тоже подключимся и не обязательно туда поехать делегация, я думаю, что никто не против даже за свой счет туда съездить, поработать и использовать максимальный потенциал республики для того, чтобы реализовать те проекты, которые есть в Крыму. – То есть наша строительная отрасль, которая всегда, даже во время Советского Союза, строила везде, во всех социалистических республиках, которая отчасти даже передавая опыт, я сам просто строителем работал во многих, скажем так, но не во многих, в некоторых, скажем так, республиках успел поработать. – Затем абсолютно согласен электротехнической промысленности и иные ресурсы посмотреть, в чем мы можем поучаствовать с точки зрения кооперации, с точки зрения предоставления наших услуг. Это же, скажем, дополнительные доходы и возможности для Чувашской республики. – У нас замечательная, вот тоже хотел сказать, продолжение этой темы, у нас есть замечательная просто сейчас возможность, которую нельзя упускать. У нас очень крупные здесь находятся вузовские центры, вузы крупные. Сейчас в Крыму им просто необходимо будет переобучение кадров, преподавательских кадров, значит, остальных прочих научных кадров на наши стандарты образовательные. Вот если вот эту нишу мы сейчас успеем занять, для нас, для Чуваши, это будет просто замечательная возможность. – А начать надо, на мой взгляд, с подписания какого-то долгосрочного соглашения о взаимодействии, о сотрудничестве между Республикой Крым и Республикой Чуваши. – Я думаю, что мы сейчас стараемся ехать к делегациям, надо брать просто каски, кирки, лопаты и ехать туда пахать. – Строотряд. – Да, строотряд, да, а там делегации без нас хватит. – И, вы знаете, не могу тему оставить без внимания. Итак, 1 апреля у нас стартовала призывная кампания. Вот скажите, пожалуйста, вот с точки зрения безопасности, сегодня безопасно служить в Крыму и на границе с Украиной? Потому что, ну, наверное, наши ребята будут призваны туда. – Все, Юрий, у меня там племянник сейчас служит, в морской пехоте, в спецназе. Мы с ним родились в один день, 3 апреля, и он мне в четверг утром звонит. Он говорит, дядя Игорь, привет. Я говорю, привет, Костик. Слышь, парень? Костя Ахтеров. Я говорю, как служба с днем рождения? Он говорит, с днем рождения. Я говорю, дядя Игорь, мы-то себя чувствуем как освободители. Как в 45-м Берлине. – Дайте уточним, он срочник. Он не срочник, а нет. – Он срочник? – Он срочник. Стоит охранять генштаб ВМФ сегодня, значит, в полном обмундировании, значит, и он рассказывает, как люди относятся к ним. – То есть, они себя так чувствуют или отношение к ним такое, со стороны людей? – Отношение к ним такое, со стороны людей, что они себя чувствуют освободителями, понимаете? – Они одно целое с народом и очень тепло принимают наших солдат, военнослужащих, значит, и органы охраны правопорядка на сегодня. Я считаю, что там хороший климат, значит, комфортное место, зима короткая, там служить одно удовольствие. Почет служить в Крыму на сегодня. – И отношения, самое главное, население. – Отношения людей очень толерантные, теплые, да. Я считаю, что вот он служит уже с декабря месяца, там он очень доволен, поэтому бояться не надо, ребята, все в Крым. – Крымчане очень хорошо относятся к нам, и не случайно, кстати, вот 15 тысяч солдат украинской армии, они просто растворились. Вот даже говорят, украинская армия как сахар растворилась в русском чае, то есть, они просто перешли на нашу сторону. Там прорусские настроения очень высоки, и даже, например, вот на политическом уровне, Компартии Украины сейчас, их структура у нас в конце апреля, в середине апреля, на этой неделе уже будет проходить пленум ЦК КПРФ, к нам они переходят полностью всей своей организацией. – Вы нас есть их на украинской языке, не говорите, не надо, нам по-русски обучиваются. – Они русские замечательно знают, они знают замечательно русский, они все в основном русскоязычные, то есть, все структуры, и военные, и политические, и так далее, они с удовольствием и легко будут интегрироваться к нам, в Россию, в наши российские структуры, я думаю, никаких проблем… – Безболезненно. – Безболезненно, абсолютно, я думаю, никаких проблем тут не должно быть. – Вы знаете, все, что касается, то, что крымчане относятся к нам, это и к гадалке ходить не надо, на самом деле они относятся к нам хорошо, почему даже это показал и референдум. То есть, они сделали серьезный шаг, они присоединились к Российской Федерации, это понятно настроение, то есть, народа, присоединивших территорий. Что касается армии, на самом деле, давайте вот обозначим то, что армия сегодняшняя, это не то, что была армия вчерашней. То есть, с изменениями, произошедшими сегодня в Минобороне, когда поменяли руководителя, который действительно сегодня владеет темой, очень значительные были перестановки. То есть, те скандалы, которые были буквально год назад на слуху в связи с бывшим министром обороны, это повлияло все-таки на армию, то есть, действительно, ее боеспособность. И на Украине это сегодня, это чувствуется, то есть, на территории, я имею в виду Россию с Украиной, это чувствуется. В Крыму сегодня те войска, которые действительно боеспособны. Говорить сегодня о том, что как хотят ли служить, не хотят ли служить, мы должны все-таки говорить о том, что Россия – это страна, страна, которая имеет свой богатый потенциал, которая действительно должна иметь свою профессиональную армию. И к этому мы должны сегодня стремиться. Не может сегодня 18-летний парень стоять на границе и защищать ее с полной отдачей. И его семья не может быть уверена в том, что он действительно в экстремальной ситуации, когда начнется, допустим, боевые действия, он выживет. Поэтому мы должны туда направлять только тех людей, которые действительно подготовлены. Мы должны направлять людей, те, которые действительно будут профессионально выполнять свой долг. Раньше были времена, когда было очень пресезанно служить. То есть, когда ребенок рождался в семье мужского пола, в чувашкой семье говорили «солдак полмала бунтер», то есть, чтобы был солдатом, чтобы отслужил смысл. И, соответственно, это делалось для того, чтобы, если человек отслужил, это значит, что он, во-первых, получает очень большой жизненный опыт. Далее он становится способным защитить, прежде всего, себя, свою семью, и, если необходимо, свою родину. А если говорить о безопасности, ведь не только Крым. У нас всегда есть такие точки, где есть опасность. Это такжистская афганская граница, где, кстати, мой служим был племянник, год срочником, и вполне довольный приехал от того, что почувствовал вот этот, скажем, драйв, вот это напряжение, которое там присутствует. Есть иные участки границ, которые всегда несут опасность. И вообще, эта армия, она сильная. И то, что в последнее время очень много делается для того, чтобы именно престиж армии возродить, повысить, это очень хорошо. Для того она и нужна, сильная, профессиональная, боеспособная армия, чтобы никто не лез на границы, ну, в данном случае, Российской Федерации. И, как говорил Александр Леский, кто пришел к нам с мечом, тот от меча и погибнет. Чтобы вот это ощущение, что не надо сюда лезть, чтобы это чувствовалось. Уважаемые друзья, сегодня в нашем круглом столе принимали участие председатель Центральной избирательной комиссии Чуваший Цветков Александр Иванович, лидер фракции КПРФ в Госсовете Чувашской Республики Дмитрий Борисович Евсеев, депутат Госсовета Чувашской Республики от партии «Справедливая Россия» Олег Алексеевич Николаев, депутат Госсовета Чувашской Республики от партии «Единая Россия» Игорь Анатольевич Кушев, депутат Госсовета Чувашской Республики от ЛДПР Андрей Васильевич Кулагин. Огромное вам спасибо, коллеги, что вы пришли, приняли участие в нашем круглом столе. И я очень рассчитываю на то, что эти круглые столы будут у нас регулярно. А тему вы определите сами, и мы обязательно на эту тему поговорим. Всего самого доброго. До свидания. Спасибо.